Администрация по месту наших перевозчиков внедряется в проект, это дефиленцированная система оплаты за проект. Система очень удобная, то есть мы возвращаемся к гоноза бывшей, наверное, понятия проездной билеты. Это действие, конечно, проездной билетов, которые только не 30 дней, а несколько годов на 60 дней. С 1 декабря уже 52 начинает работать, я думаю, что это абсолютно правильная и удобная функция и внедрение этой системы, потому что такая сумма практически на всех городах уже есть, и отставая от других субъектов, тоже не длина эту систему. Конечно, это сейчас начинающий этап, он будет и продолжен, но очень важный момент о том, что действительно очень много горожан, особенно в зимнее время, потому что машинка это приходит, и многие пользуются общественным транспортом, поэтому обслуживание именно под ним транспортом есть, и много укропа людей. Но надо сказать, что все карты, которые действовали раньше, то есть социальные, школьные карты, также транспортные карты, то есть действительные карты также уничтожены. То есть тот, кто пользуется услугами наших переводок на автобусы, там должен выбрать, что ему удобнее и полезнее. То есть мы даем нашим пассажирам выбрать более удобные, уютные системы оплаты. И это транспортная оплата, для этого они должны сами определиться, что для них лучше. И пожелать, конечно, чтобы наши системы переживали, и наши пассажиры уже пользовались этими картами, и, конечно, чтобы им было удобно в наших картах. Из-за того, что разработали новую систему оплаты, здесь, во-первых, горожане смогут, кто постоянно пользуется дешевле, и транспортная компания за счет среднего тарифа немного повысит свою заходность, которая позволит уже современной зарплату оплачивать, и все время же оберегать новые автобусы, которые было бы комфортно перелегаться к нашим горожанам. Достаточно очень долго проводили анализ системы оплаты этой не только у нас в России, но и в Европе, в Швейцарии, в Швейцарии, в Швейцарии. Система достаточно хорошо себя рекомендовала, и самое главное, что она им нравится пользователям транспорта, общим фондом, горожанам, что удобно отдачивать. Во-первых, сами могут себе выбрать именно ту стоимость поездки, которые, во-первых, пол-количества ездок будут удовлетворять от них потребность и по стоимостью. Наличная получается базовая цель? Да, это одноразовая поездка, наличные выжимания. Проект наш сделан на две части. То есть в первой части сейчас проект запускается. У нас один маршрут номер 7, сейчас заканчивает переоборудование новой системой валлизаторами, электронными и конденсорами. И в течение месяца полностью проводим испытания доводочные. И после Нового года, в течение одного двух месяцев, будет весь транспорт, если пользованный оборудование, и далее будут развиваться все, боятся новые карты. Это онлайн-карты, которые можно будет выполнить, удаленно скачав приложение на смартфон, либо на компьютер, привязать к своему банковскому карту, как сотового телефона. И также новые проездные билеты, мы сейчас разрабатываемся возможностью поездки на 1, 2, 3 дня, месячные, школьные проездные билеты, и проездные билеты с годами.